Вы обращали внимание на то, как нас славян изображают на Западе. И дело тут вовсе не в том, что в 2022-м мир изменился. Возможно, бесповоротно и окончательно. Нет, мы для них всегда страшные, грязные, необразованные и дремучие. На фото у нас всегда разруха и нищета, в фильмах бандиты и несправедливость. Но реальные Беларусь и Россия не похожи на то, что подсовывают западные пропагандисты как своим согражданам, так и нам с вами. Для понимания этого достаточно хотя бы немного по России и Беларуси поездить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, кто-то скажет, что есть и у нас проблемные места. И давайте будем честно и откровенно обо всем говорить. Хорошо, но при этом быть последовательными. Поэтому надо признать, что в блестящем и лоснящемся Западе полно нищих и бездомных, страшных кварталов и полуразрушенных домов. Много где отсутствуют дороги, а еще и газ, вода и освещение. Ну вот тут тоже не менее чудесные кварталы. Правда, здесь людей практически нет. И здесь много домов брошенных. Здесь картина совершенно другая. Опять же, куча мусора. Вот эльфийцы, я смотрю, северные любят помусорить от души так. Встал с утра, как следует намусорил, и уже дальше какие-то дела делаешь. А тот образ какой-то светлой и свободной Америки, где все пьют кофе и поглощают индейку на день благодарения. Или Франции, где очередная бизнес-вумен откушивает круассан на фоне эйфелевой башни. Не более чем кинематографическая выдумка. Хорошая работа по созданию навязанного образа, где все красиво, блестит и переливается всеми демократическими красками. А почему нам не показать вот такой Париж? Идем дальше. Куда ни глянь, для всех Америка является чуть ли не синонимом слова возможности. Но кто сказал, что их нет в нашей с вами стране? Можно попробовать возразить, что тысячи людей стремятся эмигрировать в США. Но вообще-то те же тысячи людей желают переехать и жить и к нам, и в Россию. Настолько впечатлились, настолько прониклись и поняли, что это то место, где вот нам будет спокойно и комфортно жить. И мы не ошиблись. Сложности есть везде, но те сложности, от которых мы уходили в Литве, здесь отсутствуют. В интернете полно роликов и новостей о западных семьях, которые переехали жить в Беларусь. И это не единичные случаи, а часть нашей новой реальности. При этом сюда едут люди, желающие заниматься сельским хозяйством. Тогда как туда стремятся перебраться те, кто понятия не имеет, что такое работа руками вообще. Это не говорит о том, что всякие там программисты и прочие специалисты умственного труда не важны. Но мир, кажется, наглядно убеждается, что вся эта капитализация Apple просто раздутый мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент. Собственное производство и активный рабочий класс – тот столб суверенности и экономической безопасности страны, без которого не может быть нормального существования, и все рассыплется, подобно карточному домику. Мы искренне надеемся получить ответ. Это ненормально, когда приходится делать все это. Но если предложенные меры не смогут решить наши проблемы, то мы сделаем все для увеличения сил протеста. Никто не против честности, но честность заключается и в том, что давно пора показать Запад таким, какой он и есть на самом деле. Включать критическое мышление и не верить всему, что показывают в многомиллиардных блокбастерах и розово-сопливых мелодрамах. То есть настоящий реальный оплот демократии, столбами нищих и бездомных граждан с районами, никуда никогда не приезжает полиция, в которых просто прогуляться по улице – огромный риск для материального благосостояния и здоровья. Показывать тот самый Запад с миллионами мигрантов, ежедневно прорывающихся в страны с тысячами тонн наркоты, которой торгуют едва ли не открыто, никого не боясь и не стесняясь. В Беларуси даже в лихие 90-е годы такие условия не сформировались и не прижились. Крысы, клопы и плавающие в сене фекалии – вот истинный Запад. Грязные и вонючие бомжи, которые справляют нужду, на стены в 100 метрах от Эйфелевой башни – это тоже он. Смотрите, это центр Парижа. Далеко ходить не надо. Мне напоминает это какой-то фильм ужасов. А вот «Новтердам де Пари». Но все это пустяки на фоне других проблем, с которыми может столкнуться Париж во время Олимпиады. Речь прежде всего о преступности. Главный прокурор Парижа Лор Бекуа уже призвала гостей не брать с собой на Олимпийские игры дорогие предметы – часы, драгоценности, дорогие сумки, крупные суммы денег. Боится, что гости могут остаться с пустыми карманами. Сегодня мы предупреждаем власти, что полицейские не готовы к Олимпийским играм 2024. Опять же, может многое произойти помимо запланированных мероприятий, которые потребуют усиленного присутствия полиции. Но представьте, что 2024 год будет таким же, как 2023. Это нас очень беспокоит, если опять будут беспорядки в пригородах. Опять случится теракт или протесты в связи с решениями правительства. Решать это придется полицейским. Мы к этому не готовы. А знаете, что пользуется популярностью на Западе? Выставки, где славян изображают плохими. Если мы выглядим неприглядно, то, конечно же, такая выставка соберет публику в Берлине или Нью-Йорке. И в кино нас всегда изображают преступниками или недалекими. В лучшем случае это будет космонавт, который летает на орбите в шапке-ушанке и дышит перегаром на спасателей человечества. В худшем любой мировой злодей с манией величия и целью уничтожить планету будет обязательно иметь русский паспорт. Говорит русская космическая станция. Как слышите меня? Мы вас слышим, говорит Фьюстон. Я могу включить двигатели малой тяги в любой момент. Приготовиться. Слышите, я ведь никуда не ухожу. Есть кто дома? Добро пожаловать к нам в гости. У меня тут не бензоколонка, тут сложная техника. Реальность же такова, что исключительная нация старательно прячет свои проблемы от мира. Миллионы людей сидят в тюрьмах, другие миллионы живут на улице без перспектив в жизни и без какой-либо надежды на великую американскую мечту. Им не до этого. А наши релаканты, уезжая за мечтой, часто довольствуются тем, что прибирают за богатыми американцами, собирают мусор на улицах и работают в доставке. Но никогда не признаются ни себе, никому бы то ни было, что в реальности мечта оказалась шиком. А ведь голова нужна не только, чтобы шапку носить. Наша страна реально меняется в лучшую сторону. Беларусь сейчас и даже 20 лет, будто две разные страны. И Запад не является примером для подражания. Как бы этого не хотелось некоторым. Это страны с кучей внутренних проблем, и они далеки от идеала. И в них не всегда лучше, а зачастую и хуже, чем у нас. Просто там умеют заниматься маркетингом и навязывать свое мнение. Пора бы и нам научиться отличать желаемое от действительного и в конце концов начать любить свою страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова